в кредитном рейтинге. Меня зовут Владимир Шикин, я заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй. В банковской сфере я работаю с 2000 года, то есть общему стажу уже больше 20 лет. В Национальном бюро кредитных историй я работаю с 2012 года. И поговорим о кредитной истории как основополагающем базисном элементе, который, на мой взгляд, должны знать все заемщики, которые так или иначе вовлекаются в процессы розничного кредитования. А чтобы было понятно, насколько эта тема актуальна, я приведу вам несколько цифр. Сегодня в процессе розничного кредитования в Российской Федерации увеличены более 100 миллионов российских граждан. Именно столько кредитных историй сформировано в Национальном бюро кредитных историй. Действующие кредитные обязательства, то есть действующие открытые займы, кредиты, кредитные карты, ипотеки, автокредиты, другие виды займов, кредитов, неважно какие, имеют 45 миллионов граждан России. И ежемесячно, повторю, мы фиксируем около 20 миллионов заявок на получение новых кредитов, на рефинансирование старых кредитов. Это очень большое количество, которое мы и начнем. В 2005 году в Российской Федерации был принят закон, его номер 218 федеральный закон, он так и называется, о кредитных историях. Согласно этому закону, с 2005 года в бюро кредитных историй формируются кредитные истории граждан. Кредитные истории, которые формируют так называемые источники формирования кредитных историй, то есть кредиторы. Бюро кредитных историй эту информацию собирает, и эта информация хранится, и потом кому надо, дается. Вот кому надо, как это формируется, и что входит в эту кредитную историю, мы сегодня с вами подробно рассмотрим. Итак, кто формирует кредитную историю? Как я уже сказал, это источники. Источники можно разделить, источники формирования кредитной истории можно разделить на две группы. Первая группа, которая обязана, самая многочисленная группа источников формирования кредитной истории, они обязаны, подчеркиваю это слово, обязаны формировать кредитную историю вне собственного желания, вне желания заемщика или клиента банка, банки, микрофинансовые организации, кредитно-потребительские кооперативы, коллекторские агентства, выкупившие долг заемщика у банка, вот эти вот четыре типа организаций обязаны формировать кредитную историю своего клиента и передавать информацию в бюро кредитных историй. Мы зафиксировали, вот эти организации обязаны. С 2021 года к этим четырем организациям присоединятся лизинговые компании и операторы инвестиционных платформ, это всевозможные краудфандинговые площадки, где кредитование происходит от субъекта к субъекту. Но самые многочисленные институты, работающие в сфере розничного кредитования, банки, микрофинансовые организации обязаны, еще раз повторю, хотят они, не хотят, хочет или не хочет заемщик клиент, чтобы его кредитная история была сформирована. Сформирована кредитная история в силу 218 федерального закона о кредитных историях сформирована будет. Это первая часть. Вторая часть. Кто получает, кто имеет доступ к кредитной истории, если она собирается в Национальное бюро кредитных историй, кто имеет доступ к этой кредитной истории. К этой кредитной истории имеет доступ прежде всего вы, сам субъект, сам владелец этой кредитной истории, в отношении которого она сформирована. Сам заемщик. Это вот право, которое закреплено 218 федеральным законом и которым, конечно, надо же пользоваться. Я к этому праву, к этой строке закона буду сегодня неоднократно возвращаться. Основные пользователи кредитной истории это те же самые банки, кредиторы, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы. Для чего им нужна кредитная история? Для того, чтобы, когда заемщик приходит за получением кредита, займа, у кредитора была возможность посмотреть на то, какие обязательства есть сейчас у этого человека, как предыдущие свои обязательства он исполнял в отношении кредитных, кредитов, займов, для того, чтобы сделать прогноз, как этот человек будет исполнять свои обязательства в случае, если получит в этой организации новый кредит или займ. То есть для того, чтобы определить, грубо говоря, кому можно давать, кому нельзя давать кредит новый. И если давать, то на каких условиях? Поэтому основные пользователи кредитной истории, конечно же, кредиторы. Но закон в этом плане их очень четко ограничивает. Закон говорит о том, что кредитная организация или любая организация имеет право получить кредитную историю субъекта, человека, только в том случае, если этот человек дал согласие на получение кредитной истории этой организации. Понимаете, да? Не может какая-либо организация просто так, в силу своего желания, получить кредитную историю мою, вашу, любого другого человека. Обязательно она должна получить согласие на получение этой кредитной истории. Как получается на практике это согласие? Когда вы приходите за кредитом или займом, вы заполняете заявку на получение кредита, и наиболее внимательные из вас, наверное, помнят о том, что одновременно с заполнением заявки вы подписываете согласие на получение кредитной истории. Таким образом, кредитор, банк, либо микрофинансовая организация реализует обязанность, которая у нее есть по 218-му федеральному закону в отношении вас, вашей кредитной истории. Согласие получено, кредитная история получена в Национальном бюро кредитных историй, процедура оценки риска проведены, и решение о том, выдать кредит, и если выдать, то на каких условиях организация принимает осознанно. При этом закон не ограничивает кредиторами список организаций, которым доступна кредитная история. Это может быть любая организация. Ваш работодатель, страховая компания, ваш контрагент, с которым вы ведете какие-то хозяйственные отношения. Любая эта организация, и эта практика приобретает все большее распространение в России, хочет оценить ответственность человека, с которым она собирается сотрудничать. Особенно это касается работодателей, крупных работодателей, которые нанимают сотрудников, либо у которых персонал работает на позициях, связанных с материальной ответственностью. Это кассиры, это различные люди, которые получают в свое распоряжение возможность управлять теми или иными материальными, денежными активами. И вот их кредитную историю, конечно же, хочет посмотреть работодатель. Но, опять же повторю, он обязан получить ваше согласие, и только после этого ему будет выдана кредитная история в Национальном бюро кредитных историй. И, как я уже сказал, без всяких согласий, совершенно свободно любой человек имеет право свою кредитную историю получить в Национальном бюро кредитных историй. Два раза в год закон дает право получить кредитную историю бесплатно. Вы можете зайти на сайт Национального бюро кредитных историй, зарегистрироваться в личном кабинете, мы вас идентифицируем с помощью портала Госуслуг, и совершенно свободно, не спрашивая, зачем вам это, выдадим вам вашу кредитную историю. Два раза в год это бесплатно. Если чаще, то это за определенное вознаграждение. Мы к этому вернемся во второй части нашей беседы. А пока я хочу, чтобы вы зафиксировали для себя, что каждый заемщик имеет право, безусловное право, в силу 218-го федерального закона, получать свою кредитную историю. Два раза в год бесплатно и неограниченное количество раз за плату. Это ваше право, и этим правом надо пользоваться. Перейдем к составу кредитной истории. Если уж закон обеспечивает формирование кредитных историй и обязывает кредиторов банки, микрофинансовые организации и других, которых мы перечислили, формировать кредитную историю, что входит в эту кредитную историю. Прежде всего, первая часть кредитной истории, так называемая идентификационная часть кредитной истории, она содержит в себе, или титульная часть кредитной истории, она содержит в себе идентификационные данные гражданина. Это фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, место проживания. Эта часть нужна для того, чтобы была возможна идентификация. Мы же не хотим, чтобы кредитная история одного человека уходила другому человеку, и наоборот, это была бы путаница, поэтому вот титульная часть выполняет функции идентификации. Вторая часть кредитной истории, она так и называется, основная часть кредитной истории, и в ней как раз фиксируются все, подчеркиваю, все события, которые осуществляет тот или иной человек в отношении заемных обязательств. Ну, давайте попробуем перечислить такие события. Вы получили кредит. В кредитном договоре, допустим, он на год, этот кредитный договор, у него что есть? У него есть сумма, срок, у него есть кредитор, та организация, которая выдала этот кредит, и в кредитном договоре указан график погашения внесения платежей. В каждом платеже есть сумма этого платежа и срок. Если у нас кредит на год, то правильно у нас будет 12 планируемых записей. И вот в отношении каждого взятого кредита у нас стоят отметки о сумме кредита, о дате получения, о том, какая организация этот кредит выдала, о полной стоимости этого кредита, и по каждому из этих 12 планируемых дат, а потом и реальных, фиксируется запись, внесен ли этот платеж вовремя и в полном объеме, или же не внесен. Если были какие-то пропуски и выполнение кредитного договора с вашей стороны как заемщика растягивается, то будет не 12, а больше записей. Но в любом случае, каждый месяц кредитор обязан в кредитную историю направлять информацию, внесен платеж или не внесен, а если внесен в полном объеме или не в полном объеме. И каждый месяц изменяется значение остатка долга, значение даты следующего платежа, значение суммы следующего платежа. И если, к сожалению, появляется просроченная задолженность, размер этой просроченной задолженности. При этом у нас в стране действуют государственные программы реструктуризации. Это 76-й федеральный закон, который мы называем, и вы, наверное, называете, кто пользуется, закон об ипотечных каникулах. Это 106-й федеральный закон, принятый в апреле 2020 года о поддержке заемщиков, попавших в сложную ситуацию в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, который мы и вы называем кредитные каникулы. Это различные собственные программы реструктуризации, которые практикуют банки и другие кредиторы. И любое изменение в кредитном договоре так или иначе находит отражение в кредитной истории по каждому, повторяю, по каждому кредиту. Вот это вот основная часть кредитной истории, в ней содержатся записи подробные, подробные, самые подробные записи в отношении каждого кредита или займа, который получал когда-либо за свою жизнь человек. Что еще входит в основную часть кредитной истории? Когда мы говорили об источниках формирования кредитных историй, мы перечислили те организации, которые обязаны формировать кредитную историю. Но есть организации, которые имеют право, почувствуйте, пожалуйста, разницу. Обязаны – это значит, хотим мы или не хотим, но передаем. Имеем право – это значит, хотим – передаем, не хотим – не передаем. Так вот, имеют право передавать записи в кредитную историю поставщики жилищно-коммунальных услуг, поставщики услуг связи и государственные органы, фиксирующие алиментные задолженности граждан, алиментные обязательства граждан. В отношении этих источников закон говорит о том, что эти источники имеют право передавать информацию в Бюро кредитных историй в случае, если в отношении этого обязательства есть решение суда, и это решение суда не исполнено должником в 10-дневный срок. То есть, если гражданин не платит, допустим, за жилищно-коммунальные услуги, поставщик жилищно-коммунальных услуг подал на этого гражданина в суд, суд подтвердил размер долга и обязанность должника выплатить поставщику услуг эту сумму, и этот должник в 10-дневный срок не исполнил эти обязательства, это решение суда, то поставщик жилищно-коммунальных услуг имеет право передавать информацию в кредитную историю, и эта информация записывается в основную часть кредитной истории. Из практики хочу вам сказать, что очень много организаций поставщиков жилищно-коммунальных услуг пользуются своим правом. По их практике, как только информация по этим должникам начинает передаваться в Национальное бюро кредитных историй, значительная часть этих должников находит возможность исполнить решение суда и выплатить необходимые денежные средства. Не хочу вас пугать, но жилищно-коммунальные услуги, обязательства по ЖКХ, они, конечно же, должны исполняться. Это ответственность, это обязательность человека, и тем более, что они подтверждены решением суда, и совершенно справедливо то, что они входят в кредитную историю. Закончили со второй частью кредитной истории, основной частью кредитной истории. С 2014 года в кредитной истории есть еще одна часть, называется информационная часть кредитной истории. Тоже важная часть кредитной истории, в которую записывается информация о том, как заемщик обращается к кредиторам в банке за получением кредита. В информационную часть кредитной истории записываются заявки на получение кредита. Как только вы обращаетесь в какой-то банк, в микрофинансовую организацию, кредитный потребительский кооператив, вот все организации, которые мы перечислили за получением кредита, эта организация обязана сформировать запись в информационной части кредитной истории. Она так и пишет. Вот этот гражданин хочет такого-то числа, подал заявку на получение такого-то типа кредита на такую-то сумму. Дальше эта заявка рассматривается кредитором. И если по этой заявке сформирован отказ, то этот отказ записывается в информационную часть кредитной истории с указанием причины отказа. То есть появляется запись отказа по этой заявке решения банка, отказать, причина отказа, и он указывает ту причину, по которой произошел отказ. Если заявка удовлетворяется, то появляется запись об удовлетворении заявки. Заявка одобрена. Это информационная часть кредитной истории, и в ней есть еще одно дополнение. В терминологии закона там фиксируются признаки дефолта заемщика. Это наличие кредитных обязательств, по которым исполнение обязательств заемщика не происходит в течение 120 дней и более. Для чего это вносится? И вот эти вот кредитные заявки, и признаки вот этого дефолта в информационную часть, в отдельную часть кредитной истории. По замыслу законодателей информационная часть кредитной истории возможна получением только кредитором с целью оценки кредитного риска без согласия субъекта. Это сделано для того, чтобы кредитор, банк имел возможность, например, у него есть вкладчики, и он хочет кому-то из них выдать кредит. Чтобы он это предложение о выдаче кредита рассылал не всем подряд, а только тем, для кого он может оценить предварительно, грубо оценить кредитный риск и отобрать тем заемщикам, которым он может сделать предложение. Да, когда вы на это предложение откликнетесь, вы уже зафиксируете заявку, эта заявка пойдет в информационную часть кредитной истории, вы дадите согласие на получение основной части кредитной истории, и там уже будет проведена полная процедура оценки кредитного риска. И, конечно же, предварительное решение банка о выдаче вам кредита может быть изменено с одобрения на отказ. Это происходит уже в процессе полной оценки кредитного риска, которая возможна только с вашего согласия. А вот информационная часть кредитной истории, она, конечно, позволяет только предварительную оценку такую сделать. Но здесь важно понимать, что вообще отказ в получении кредита – это негативная запись. И, конечно же, насыщать собственную кредитную историю вот такими записями об отказе в получении кредита – это не очень хорошо. Системы оценки качества кредитной истории, о которых мы поговорим в одну из ближайших наших встреч, они воспринимают такое поведение заемщика как острую потребность в заемных средствах и нежелание кредитора кредитовать их по разным причинам. То есть понижают кредитный рейтинг такого гражданина. Поэтому, конечно же, подавать заявку на получение кредита, а заявки фиксируются в кредитной истории, стоит в те организации и в том случае, если у нас есть более-менее высокая уверенность в том, что заявка эта будет одобрена. Но еще раз повторю. Итак, мы прошли основную часть кредитной истории, информационную часть кредитной истории и переходим к четвертой части кредитной истории, которая и в законе называется «закрытая часть кредитной истории». Почему она называется «закрытая часть кредитной истории»? Потому что она закрыта для всех, кроме того человека, в отношении которой она сформирована. Эта закрытая часть кредитной истории содержит записи о том, какая организация, когда и с какой целью запрашивала вату вашу кредитную историю в бюро кредитных историй. Закрытая часть кредитной истории – это инструмент, с помощью которого вы можете контролировать свою кредитную историю и вот специально законодатели это сделали, специально внесли эту закрытую часть кредитной истории в закон о кредитных историях для того, чтобы у каждого человека была возможность контроля того, кто, когда и с какой целью получал доступ к кредитной истории. Если вы внимательно слушали состав кредитной истории, вы, наверное, обратили внимание, что сведения там не только идентификационные, ваши паспортные данные, ваши фамилии, имя, отчество, дата рождения, адрес и так далее, но там и содержатся данные о вашей финансовой активности, какие кредиты вы брали, как получали. То есть эта информация по степени важности и защищенности со стороны государства стоит даже выше, чем персональные данные. Это крайне защищенная информация. Поэтому, конечно же, очень справедливо то, что у вас есть возможность контроля того, кто имеет к этой информации доступ. И этой возможностью, конечно же, пользоваться надо. И я хотел бы, чтобы вы понимали, что у вас есть на это полное право, обеспеченное законом, и не просто право, а право на бесплатный доступ к своей кредитной истории. Желающие могут, но у нас же должны быть и права. И вот, когда мы говорим об истории, о тех записях, которые формируются огромнейшим количеством источников формирования, это банки, это микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, поставщики жилищно-коммунальных услуг, Федеральная служба судебных приставов в отношении алиментных обязательств. Очень много организаций, да, и, конечно же, возможны ошибки. Кто-то неправильно нолик поставил, кто-то забыл, у кого-то технический сбой, у кого-то, если это вводится руками, кто-то в фамилии ошибся, одну букву неправильно написал, и запись ушла не в вашу кредитную историю, а куда-то пропала. И вот для этого, опять же, закон, 218-й федеральный закон, мы его сегодня упоминали несколько раз, я надеюсь, вы уже помнили, 218-й федеральный закон о кредитных историях, дает право каждому гражданину в случае обнаружения в своей кредитной истории записи, которые гражданин считает недостоверными, оспорить. Что значит оспорить? Вы получаете свою кредитную историю. Вот еще один повод для того, чтобы, важный повод для того, чтобы проверять свою кредитную историю регулярно. Мы это рекомендуем делать заемщикам как минимум два раза в год, ну, потому что это бесплатно, как минимум. А, конечно, активным заемщикам, кто пользуется кредитами регулярно, и не одним, а несколькими, то проверять свою кредитную историю, конечно же, следует чаще. Получили вы кредитную историю и обнаружили вдруг там, что какой-то кредитор, допустим, внес недостоверную информацию с вашей точки зрения. Условно говоря, 5-го числа каждого месяца я должен был вносить платеж по кредиту. Я это регулярно делал. И у меня есть документы о том, что 5-го числа каждого месяца я вносил платеж по кредиту. Но одна из записей по этому кредиту говорит о том, что у меня была просроченная задолженность. Я, естественно, эту запись, это очень негативная запись, это плохая запись моей кредитной истории, которая повлияет на то, как мне будут выдавать кредиты в дальнейшем, может повлиять на стоимость страховки, может повлиять на то, возьмут меня на работу или не возьмут. Очень на многое может повлиять кредитная история, вот эта вот негативная запись. Поэтому, конечно же, я такую негативную запись не согласен с ней и хочу оспорить. Процедура эта называется в терминах закона о кредитных историях процедура оспаривания. Что мы делаем? Мы, опять же, заходим на сайт НБКИ, там есть форма для написания заявления на оспаривание записей в кредитной истории. Мы заполняем эту форму, прикладываем те документы, которые подтверждают нашу точку зрения, и отправляем в Национальное бюро кредитных историй. Дальше уже работает на вашей стороне 218-й федеральный закон о кредитных историях. Дальше все участники этого процесса обязаны делать те или иные действия. Первое. Национальное бюро кредитных историй обязано это заявление направить источнику формирования записи, которое внесло, которое внес те записи, которые оспариваются. То есть, если мы оспариваем запись в отношении кредита, выданного каким-то банком, Национальное бюро кредитных историй отправляет ваше заявление в этот банк с требованием рассмотреть это заявление, и источник формирования кредитных историй обязан в 31-дневный срок рассмотреть это заявление и вынести по нему решение. Если он признает свою ошибку, он вносит изменения в кредитную историю, вот эта негативная запись уходит, совершенно уходит из кредитной истории, появляется запись о вашем добросовестном исполнении обязательств. Если же кредитор считает, что ваши требования не обоснованы, и у него есть доказательства того, что все записи в кредитную историю он сформировал точно, достоверно, то он таких изменений не вносит, и гражданину, который оспаривает записи в кредитной истории, Национальное бюро кредитных историй, направляет уведомление об этом. Все. Вот она процедура оспаривания записи в кредитной истории. Процедура простая, не требующая от вас практически никаких действий, но, тем не менее, очень действенная и очень правильная. К радости могу сказать, что заявлений на оспаривание появляется у нас не так много, потому что подавляющее большинство источников формирования кредитной истории вполне себе добросовестны, технологически развиты, и ошибок в кредитных историях встречается не очень часто. Бывают процессы, связанные с мошенничеством. Вот это вот очень важно. Это, опять же, нечастые мероприятия, нечастые события, нечастые кейсы, но они очень болезненны. Когда у человека произошла компрометация персональных данных, мы сейчас практически везде поставляем свои персональные данные. Вплоть до физического паспорта мы можем где-то оставлять. Но, как правило, это происходит по пересылке по электронной почте, в социальных сетях, да где угодно мы свои персональные данные можем скомпрометировать. И есть нехорошие люди, условно мошенники, которые могут этим воспользоваться и с помощью ваших персональных данных получить на ваше имя, кредит, либо займ. И тогда в вашей кредитной истории формируется запись о том, что вы получили кредит. Ну, эта-то запись еще не самая страшная. Страшное то, что в отношении вас сформированы обязательства, и этот кредитор рано или поздно, который тоже обманут этим мошенникам, выдал денежные средства, и он рано или поздно вас найдет, и обратится с требованием эти денежные средства вернуть. Но, допустим, найдет он вас через год, через год доказывать, что ты был прав, а кто-то нехороший получил кредит на твое имя, это не очень хорошо и достаточно тяжело. Поэтому вот регулярная проверка своей кредитной истории, она как раз и позволяет выявлять факты появления записей, в том числе и в тех кредитах и займах, которые человек не брал. Еще раз повторю, это не частое событие, это очень редкое событие, но, еще раз повторю, оно очень болезненное для каждого человека. Понятно, что в суде мы докажем, что мы не брали этот кредит, но сколько это займет у нас времени, сил, нервов, эмоций, да и денег, это, конечно же, не очень хорошо. Поэтому вот, особенно если вы потеряли паспорт, понятно, что мы напишем сразу же заявление в полицию на то, что у нас паспорт потерян, либо украден, и с тем, чтобы этот паспорт признали недействительным, но все равно есть риск того, что буквально в тот же день на этот паспорт мошенники попробуют получить кредит. Поэтому в тот же день и на протяжении месяца надо смотреть свою кредитную историю, и если мы видим в закрытой, еще кредит даже не выдан, но в закрытой части кредитной истории мы видим, что та или иная организация запросила ваш кредитный отчет для оценки кредитного риска, а вы согласия этой организации не давали, то можно предположить, что в эту организацию обратился мошенник с вашим паспортом или с вашими персональными данными для получения мошеннического кредита или займа. И вы можете обратиться сразу же в этот банк, в эту организацию с заявлением о том, что, уважаемые товарищи, я этот кредит не хочу, не брал, это кто-то вот нехороший, который получил доступ к моим персональным данным, к моему паспорту. И тем самым вы сразу же купируете очень большие проблемы в своей жизни. А где можно посмотреть кредитную историю? Значит, смотрите, рассказываю алгоритм. Заходите на сайт госуслуг. Там бесплатный сервис, где хранится моя кредитная история. Вам этот бесплатный сервис выдаст список бюро кредитных историй, в которых хранится ваша кредитная история. Каждое бюро кредитных историй с адресами, с электронными адресами этих бюро кредитных историй. В каждом из этих бюро кредитных историй вы можете получить свою кредитную историю бесплатно. Но с вероятностью...